Сегодня в Наринмаре состоялась первая сессия нового созыва регионального парламента. Участие в ее работе приняли 19 депутатов, 6 из них – парламентарии прошлого созыва, подтвердившие свои полномочия на новый срок. Остальные вновь избраны. Первая сессия носит организационный характер, получение мандатов, выборы председателя и его замов. Ольга Русул следила за ходом сессии. Работу первой сессии 28-го созыва собраний депутатов Ненецкого округа открывает старейший по возрасту парламентарий. Он же ведет регламент до избрания председателя. Наталья Лысакова признала сессию правомочной, так как имеется кворум 19 депутатов. Перед началом сессии председатель окружной избирательной комиссии Георгий Попов подводит итог прошедших 9 сентября выборов. Выборы прошли по смешанной системе. 8 депутатов были избраны по одномандатным избирательным округам, 11 депутатов избраны по единому избирательному округу. Явка составила 35,96%, что на 5,5% меньше явки избирателя на выборах депутатов окружного собрания, состоявшихся 14 сентября 2014 года. Итоги были подведены 12 сентября. Выборы были признаны действительными и состоявшимися. Официальное опубликование выборов состоялось 15 сентября в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа Нарьяна-Выбор. Таким образом, партия «Единая Россия» получила 11 мандатов. КПРФ-3, два мандата достались ЛДПР. Партия «Родина», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» получили по одному мандату. В собрание вошли 6 депутатов прошлого созыва, подтвердившие свои полномочия на новый срок. 12 депутатов избраны впервые. Председатель избиркома вручил удостоверение и значки зарегистрированным депутатам. Каждый народный избранник принес присягу. Торжественно обещаю соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Ненецкого автономного округа. Обязуюсь честно и добросовестно служить развитию Ненецкого округа и благополучию нашего населения. В повестке первой сессии 16 вопросов. Первое избрание председателя собрания депутатов. В каждой парламентарии может выдвинуть на этот пост одну кандидатуру, включая самого себя. Единственное предложение от партии «Единая Россия» Александр Лутовинов. Многие знают его по многолетней парламентской деятельности, по деятельности в органах местного самоуправления города Наринмара, по руководящей работе на предприятиях Ненецкого округа, по работе на посту заместителя председателя окружного собрания. Тайным голосованием, большинством голосов, только трое против, парламентарии избрали Александра Лутовинова. Срок его полномочий на этом посту – пять лет. Вновь избранный председатель окружного собрания ознакомил собравшихся с перспективной программой работы собрания на ближайшие пять лет. Приоритетные направления – развитие оленеводства, образование, улучшение жилищной политики. Чтобы вывести экономику округа на новую траекторию роста, заданную как посланием, так и майскими указами президента Российской Федерации, предстоит снять законодательные барьеры, которые стоят на пути реализации прав граждан, развития конкуренции, притока инвестиций, внедрение современных технологий, обеспечить сбалансированное развитие экономики округа. На пост заместителя председателя собрания два кандидата – Максим Арбузов от партии «Единая Россия» и Татьяна Федорова от партии КПРФ. Тайным голосованием на этот пост был избран Максим Арбузов. Из 19 депутатов за него проголосовали 15. Он также ознакомил собравшихся с основными тезисами своей дальнейшей работы на этом посту. Депутатский корпус понимает, что мы представители тех, кто нас выбрал, жителей. Именно представительская функция предваряет законодательную. Я имею в виду то, что только в открытом общении с людьми будут рождаться решения, улучшающие их жизнь. Следующий важный момент успешной работы собрания депутатов – конструктивное сотрудничество с органами исполнительной власти региона, федеральными структурами. Наша задача – помогать корректировать вектор изменений в соответствии со спецификой нашего региона, особенностью наших жителей. Максим Арбузов возглавил и комитет. По решению ненецких парламентариев комитет будет только один. А вот комиссии – пять. Также избраны мандатная, регламентная и наградная комиссия. Руководство самое большое по составу постоянной комиссии по экономической политике и бюджету приступит Наталья Кордакова. Комиссию по социальной политике возглавит Анна Булатова. Постоянную комиссию по вопросам образования, культуры и спорта возглавит Андрей Смыченков. Руководить комиссией по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования будет Матвей Чупров. Председателем постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления избран Александр Чурсанов. В соответствии с окружным законодательством на профессиональной и постоянной основе могут осуществлять свои полномочия не более восьми депутатов округа. Депутат собрания, изъявивший желание быть назначенным на должность депутата, работающий на профессиональной и постоянной основе, обращается с соответствующим письменным заявлением к председателю собрания. Все поступившие заявления выносятся к председателям собрания на рассмотрение сессии. Таким образом, на постоянной основе в новом собрании депутатов будут трудиться Анна Булатова, Андрей Смыченков, Александр Чурсанов, Наталья Кордакова и Матвей Чупров. Для работы на постоянной основе депутаты согласовали кандидатуру Николая Миловского. Ольга Русул, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.